Итоги подведены. Управление Министерства внутренних дел по Ненецкому округу отчиталось о работе за 2021 год. О том, как изменилась статистика и что удалось сделать, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. По недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в том числе в рамках исполнения решений оперативного штаба и постановлений губернатора округа, сотрудниками Управления Министерства внутренних дел был проведен значительный объем мероприятий. На ежедневной основе, контролировав соблюдение режима самоизоляцию, численностью лиц в течение года варьировался от 200 до 800 человек. За несоблюдение установленных ограничений к административной ответственности поручено 677 нарушителей санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проведенных мероприятий возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией документов о вакцинации и проведении ПЦР-тестов. Выработанные на совещаниях различного уровня решения, а также концентрация усилий на приоритетных направлениях позволили снизить уровень преступности в общественных местах, жилом секторе, на бытовой почве, среди несовершеннолетних и в отношении них, лиц ранее приступавших закон, состояние алкогольного опьянения, с использованием оружия и по другим направлениям. Совместная деятельность по обеспечению правопорядка позволила мнению Савтон МОКУ по итогам мониторинга общественного мнения, проводимого Федеральной службы охраны, занять третье место среди всех субъектов страны по органу защищенности от преступных посягательств, личных и имущественных интересов, а также доверию и оценке эффективности работы правоохранительных органов. Столь высокая оценка нашей деятельности обусловлена разрешением более 9 тысяч сообщений граждан о различных событиях с признаками преступления, правонарушения и иных происшествий, требующих незабедительного реагирования. Вместе с тем криминальная ситуация на территории округа продолжает расти. В истекшем году возросло количество убийств и причинение тяжкого вреда здоровью. Благодаря совместной деятельности с коллегами из Следственного комитета все данные поступления раскрыты. Виновные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности. Основная часть совершена при возникновении бытовых конфликтных ситуаций и ссор. В связи с чем, соответствующим подразделениям полиции необходимо откиднее проводить адресную индивидуальную профилактическую работу, в свое время выявлять и документировать деяния превентивной направленности. Качественная реализация данных мероприятий позволит предупредить тяжкие деяния против личности. Что касается незаконного оборота наркотических средств, то за прошедший год было выявлено 34 преступления, из которых 33 относятся к категории тяжких и особо тяжких составов. 21 совершено в крупном размере. По результатам оперативно-расследственных действий, оконченной расследованием и направленной в суд, 22 уголовных дела в отношении 16 лиц. Из незаконного оборота изъято более 58 грамм наркотиков. Раскрываемость преступлений повысила практически на 10% и составила 71%. Впервые на территории Ниньинского автономного округа удалось задокументировать и направить в суд уголовные дела в отношении трех лиц, создавших организованную преступную группу для незаконного распространения на территории региона наркотиков с использованием мессенджера Телеграм, позволяющего сохранить анонимность с последующей передачей сведений о месте нахождения так называемых тайников-закладок. Кроме того, выявлено лицо, которое организовало на территории города Нарьянмар, деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков. В результате оперативно-расследственных действий доказана причастность данного лица к легализации денежных средств, добытых преступным путем в сумме 138 тысяч рублей. Также УМВД, ФСБ и Следственный комитет реализовали комплекс мер по пресечению правонарушений экономической и коррупционной направленности. Сдокументирована и доказана причастность руководству ОМК-сервис, совершившихся с использованием своего служебного положения, присвоение денежных средств общества на общую сумму более 36 миллионов рублей путем создания цикличной схемы вывода денежных средств в пользу аффилированных лиц, вывода финансов активов в качестве формально оформленных арендных платежей и не погашения кредиторской задолженности. Кроме того, работая по данным лицам, удалось раскрыть и направить в суд уголовное дело, возбужденное в 2018 году по фактам хищения бюджетных средств при строительстве электродизменной электростанции в поселке Андрома в рамках реализации программ международного приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза. На особом контроле управления находились вопросы защиты жилищно-коммунальной сферы региона. Причина преступной деятельности генерального директора управляющей компании «Нарианмарстрой» связана с непринятием мер к добровольному погашению образовавшейся задолженности по налогам и сборам с умышленным выводом из-под механизма принудительного взыскания денежных средств в сумме 4,4 миллиона рублей. Всего сотрудниками управления выявлено и поставлено на учет 51 преступление экономической направленности. Из них 39 расследованы, 23 направленные в суд с обвинительным заключением. Обеспечено стопроцентное возмещение причиненного ущерба от совершенных деяний экономической направленности. По итогам прошлого года средняя эффективность и характеризуемая раскрываемость преступлений составила 60,1%, что на 7,6% выше среднероссийского уровня и на 12% среди субъектов северо-западного федерального оборудования. Обеспечена стопроцентная раскрываемость убийств, причинения тяжких телесных повреждений, изнасилования и преступления, совершенных с применением оружия и ряда других составов. Возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний, краж, угонов в сфере незаконного оборота наркотиков. На постоянном контроле остаются преступления, совершенные в прошлые годы. Общий массив нераскрытых преступлений за все годы составляет более 1 тысячи. Из них 444 – тяжкие и особо тяжкие составы. В ходе родственных мероприятий сотрудников полиции установлено местонахождение 22 лиц, скрывающихся от органов дознания следствия и суда. Общий остаток неразвестных преступников сократился вдвое. Добавлю, в 2021 году рассмотрено более 11 тысяч заявлений от жителей региона, из которых 85% в электронной форме. Что касается удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг, то он достиг отметки в 99,93%. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.